Социофобы, стеснительные люди. Как далеко вы заходили, чтобы избежать общения с другими людьми? Мне тяжело начинать общение с незнакомыми или плохо знакомыми людьми, с девушками особенно. Когда я учился в школе, после учебы ехал на автобусе домой и сидел у окна на двухместном сиденье. Ко мне подсела девушка и я постеснялся сказать, что мне нужно выходить. В итоге я почти доехал до конечной остановки. Чтобы не общаться со знакомыми из школы, которых пригласила сестра, я провела в комнате около 9 часов. После того, как гости ушли, я сделала себе много чая, чтобы поднять себе настроение. В тот день я выпила 3 литра чая практически за раз. Еще бывает так, что собеседник невнятно или тихо говорит, вместо того, чтобы переспросить, ты судорожно думаешь, что же ответить, да или нет. Когда ко мне навстречу шел знакомый мне человек, и я не знала, нормально ли будет с ним поздороваться, даже если это были мои родственники. Я делала вид, что очень смачно зеваю, именно так, чтобы даже глаза пришлось закрыть. Типа, я не заметила человека, идущего минут 5 мне навстречу, а затем и вовсе проходящего в 10 сантиметрах от меня, потому что закрыла глаза, когда зевала. Первое. В транспорте проезжал пару остановок и ждал, когда проход освободится, так как боялся пробиваться сквозь людей. Второе. Боялся очередей, так как пришлось бы спрашивать, кто крайний, и в случае неразберих общаться с людьми. Третье. Любыми способами избегал общения, если это было возможно. Четвертое. Сменил симку, так как старую заблокировали, а связываться с техподдержкой боялся до ужаса. Один раз ехал с братом на автобусе домой от бабушки, и он проехал нашу остановку. Это был первый раз, когда мы ехали на автобусе, на котором нужно говорить водителю, чтобы он остановил. По итогу он доехал до предпоследней остановки и спросил у нас, здесь ли нам высаживаться. Мы сказали «да» и вышли. Слава богу, живем в небольшом городке, и до дома было всего полтора-два километра. Месяц не выхожу на улицу, из-за чего у меня появляются проблемы со сном, едой. Мне страшно ходить по улицам, даже ездить на своем велике, потому что думаю, что я не такая, как другие. И кажусь уродливой и странной. Мне часто становится плохо, стыдно, давление поднимается, начинается головная боль, одышка, после того, как я затупила, споткнулась или столкнулась со знакомыми на улице. Я боюсь звонить, писать другим людям, даже родственникам, что приводит к тому, что появляется гора долгов и нерешенных проблем. Я чувствую, что не заслуживаю общения с другими. Я могу этим поделиться, потому что ты никогда не узнаешь, кто я, где я живу и как я выгляжу. Первое. Когда кто-то заходит в подъезд и хочет ехать на лифте, я делаю вид, что иду по лестнице, дожидаюсь, пока человек уедет и вызываю лифт. Второе. Сажусь в автобусах одна, и если есть свободные места рядом с людьми, то не сажусь с ними. Третье. Если кто-то в толпе говорит мое имя, то не отзываюсь на него до тех пор, пока не убежусь, что зовут меня. Четвертое. Всегда хожу с наушниками, чтобы ко мне не приставали с вопросами и так далее. А вот, например, хочется мне сфотографировать что-то красивое на улице, и я, блин, останавливаюсь, думаю, как бы мне так аккуратно и незаметно сделать фото, чтобы не выглядеть странно. Это на самом деле очень неудобно, так как нормально не выходит в итоге, а, например, небо было очень и очень красивым. Не люблю, когда пристают с листовками, опросами или сбором пожертвований на улице или в ТЦ. Если есть возможность, корректирую маршрут. Могу обогнуть дом или свернуть в другой коридор. Я предпочитаю кассы самообслуживания обычным. Это и быстрее, и не надо говорить или как-то контактировать с продавщицами. Просто многие из них вечно сидят с такими недовольными рожами, что после их обслуживания весь день портится. Но бывают, конечно, и милые. Так у меня иногда доходит до того, что мне проще пойти за вкусняшкой в магазин, который находится хрен знает где, но там есть касса самообслуживания, чем зайти в ближайший магазин с продавщицей. Избегаю общения по максимуму. Боюсь зайти в какой-нибудь кабинет, чтобы что-то узнать. Не люблю сам звонить по телефону и не люблю, когда мне кто-то звонит. Но когда звонят, мне это говорить проще. Мне проще отвечать на вопросы, чем самому рассказывать. В маршрутке жду, когда кто-то назовет мою остановку или молча подхожу к выходу в надежде, что водитель меня заметит. Замедляю шаг, если вижу, что кто-то вошел в мой подъезд, чтобы не ехать с ними в лифте. Кофе проще сделать в автомате, чем попросить в ларьке. В больницу записываюсь не через регистратуру, а по электронной очереди, чтобы ни с кем не общаться. Мне проще писать, чем звонить. При заказах в интернете выбираю магазины, в которых можно поставить галочку «Не перезванивать». С одногруппниками я общаюсь только по теме учебы, просто так не говорю. Избегаю разных вечеринок и прочей ерунды. Гулять люблю один. Меня это все не напрягает, поэтому считаю себя вполне нормальным человеком. Я жил в общаге с двумя соседями по комнате, и я очень редко выходил из комнаты. Но была неделя, когда оба соседа заболели, и в комнате жил только я один. И клянусь, никто на этаже даже не знал, что в этой комнате кто-то есть. Я выходил утром на учебу, приходил после обеда и закрывался там. Там же я и говорил себе, благо в моей комнате был холодильник. А комендант даже не проверяла мою комнату на порядок. Она тоже забывала о моем существовании. Через пару недель к нам поселили четвертого жильца, и он был в три раза шумнее, чем двое остальных. Я просто перестал приезжать в общагу, и каждый день ехал на учебу из другого города. Не брать, когда тебе звонят, а потом врать, что устала и уснула. Врать, что куда-то уехала, когда кто-то достает на тему, давай погуляем в выходные. Врать, что заболела, чтобы не идти на день рождения, детей, подруг и так далее. Короче, я много вру, потому что никто не может понять, что я устала, и мне хочется посидеть дома одной и ни с кем не разговаривать. В восьмом классе не могла найти кабинет, где шел урок, и было стыдно спросить у учителей. А потом еще и оправдываться за опоздание. Поэтому пошла в медкабинет и сказала, что мне плохо. Меня отпустили. В третьем или четвертом классе было стыдно попроситься выйти, и я описалась. В шестом классе на уроке стало плохо, было стыдно отпроситься в медкабинет, и меня вырвало на парту. Часто в транспорте не замечаю, что это моя остановка, а обращаю внимание только за несколько секунд до закрытия дверей. Но если я резко встану и выйду, то заметят, что я засиделась в телефоне и пропустила остановку. Поэтому еду до следующей. Несколько раз, когда просыпала первый-второй урок, было стыдно приходить, и я оставалась дома, написав классной руководительнице, что иду к врачу, плохо чувствую себя. Сказал знакомой, которая постоянно звала гулять, что призвали в армию, и в течение года притворялся, как служу, рассказывал забавные истории из армии. Постоянно строил схемы своих дней, как бы я проводил их там, и за это время очень хорошо подготовился к службе. Пару раз видел ее на улице, но скрываться от знакомых, с которыми не очень желаю здороваться, я умею прекрасно. Так что все обошлось. Через год написал, что пришел с армии. Думал, что готов пойти гулять, но желания по-прежнему не было. Попал в больницу с воспалениями лимфоузлов на шее. Там-то мне пришла идея сделать фотографии для будущих отмазок, но они так и не пригодились. Ведь по прошествии двух месяцев я реально ушел в армию. Бадумц... Больше она мне не писала. Помню, заболел менингитом. Пришел к врачу и увидел огромную очередь. К слову, у меня был талон на время, но я тупо испугался этой людской массы. Свалил оттуда к чертям и в итоге моё состояние усугубилось и чуть не дошло до операции. Когда возвращалась домой, то заметила компанию знакомых. Мне оставалось всего минут пять идти, но дабы избежать с ними разговоров, я тупо свернула совсем в другую сторону. Этот район я знала очень плохо и заблудилась. Всё бы ничего, если бы я через пару минут не заметила ещё одну компанию с друзьями. Опять, черт возьми, свернула. В итоге прошлялась по переулкам добрых 30 минут, прежде чем выйти в знакомые улицы и благополучно вернуться домой. Вышла на полчаса раньше, чем надо, просто потому, что другой чел попросил остановить на этой остановке. Каждый раз, когда я один еду куда-то в автобусе, и наступает момент, когда нужно попросить водителя остановиться, я думаю о том, что мой голос прозвучал слишком тихо, и водитель меня не расслышал, и мне придется повторить. И это ужасно. Поссорилась с сестрой мужа, чтобы не ехать на ее свадьбу. Чтобы не ходить на свою свадьбу, рассматривала варианты. Сломать себе ногу, пропустить поезд до места свадьбы, потерять паспорт, расстаться. В итоге просто расписались вдвоем. Кайф. Притворялась больной, чтобы не приходить к кому-нибудь в гости. Иногда, когда домой приезжают родственники, я говорю, что меня вызвали на работу. Срочно. Такое и правда часто бывает. И у меня есть целая суббота свободы и покоя. А если есть мероприятие на работе, я говорю, что дома родственники давно их не видела. Прячусь, если к домашним приходит курьер. На работе во время перерыва все идут в столовую и зовут с собой. Я обычно говорю, что собираюсь прогуляться. Все уходят. Я кушаю в желанном одиночестве. Когда видишь знакомых людей, делаешь вид, что их не увидела, и втыкаешь в экран блокировки, делай вид, что ты что-то пишешь. Но когда с тобой здороваются, делаешь удивленный вид. О, здравствуй, я не заметила. Блин, не прокатила. Я делала заказ в маке на улице в окошко. Я несколько раз повторила у себя в голове, что я хотела. Мак комбо и отдельно наггетсы. Но когда я подошла к окошку, то занервничала и не смогла сказать даже первую часть заказа. Так что я не сказала, что хочу еще наггетсы. В итоге, вместо того, чтобы снова подойти и попросить еще кое-что, я пошла в другой мак, поскольку не хотела надоедать этой барышне. Я притворялся, что я не голоден, чтобы не идти за стол к родственникам и не просить какую-то еду. В итоге, когда все уходили, я шел на кухню и незаметно таскал еду по кусочкам, боясь спросить у родителей, можно ли мне взять всю тарелку сразу. Ситуация 2. У меня из носа прямо на уроке пошла кровь. Я сидел весь в крови несколько минут, пока девочка рядом со мной не сказала об этом учительнице. Спасибо, девочка. Ситуация 3. Когда-то мы с родителями ужинали в пиццерии. Мне захотелось заказать еще соку. Но я сидел, молчал и давился пиццей на сухое горло, ибо знал, что родители точно заставят меня самому идти заказывать чертов сок. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также я напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока.